там за туманами вечными пьяными там за туманами верят нас и ждут всех всех с добрым утром таким сочным мощным днем вторника он у нас сегодня такой сочный и мощный у нас сегодня плюс 2 градуса туман здесь уже рассеивается туман там ехала доля леса все в тумане все в тумане в голубом кто ищет нас в краю далеком кто ищет тот найдет в краю родном вас приветствует конечно же багира на канале своем видник багиры всех хорошего настроения там за туманами вечными пьяными город чувак сару но республика чуваши да у нас очень красивая республика чуваши да классный погодой осень осень ты листья сбросил и цвет осенний аромат классное настроение просто как всегда я вчера готовила борщ такой борщ сочный и мощный но я его не кушала колечко пришел поел я поела рашки с колбаской с колбаской сегодня на завтрак 3 часа встала сварила кашу с тыквой с пшеном сыр и ладик до вяжи и мы короче позавтракали все все в делах все в делах в заботах с утра до вот эти ботинки почему я их люблю вот эти ботинки до своей девочки я всегда одеваю в такую погоду всегда и весной и осень они офигенные они легкие они вообще легкие легким прямо зайти как пушок да только вот благо что немножко скользят сидит если что-то да надо аккуратно происходить и теплые и непромокаемые хорошо обмоется стираются там ну блять конфеты а не ботинки что-то мало пишите стали писать комментарии наверное думаю раз вы мало пишите значит я вам предстала быть интересно значит наверно будем немножко пореже записывать и выкладывать ролики ночью видимо не скучаете разлюбили вы меня я в печали ох как я в печали чушь как же дальше жить-то про мне знаю да наверное так и сделаем насморк меня вот знаете в сезонный насморк меня заколебал вы уж не простите у вас наверно там вы более там все красивые у вас нету насморков я с этими сильным таким диетическим питанием фотомодельным внешности такие да а здесь у вас 90 там у вас 60 а там еще 90 да и насморков у вас нет совсем вы не пукаете а все никак эти у вас прям вы только и кушать там она струны настоящие продукты питания я так думаю мы все там очень грамотные зрители у нас безумно 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 такие деловые все и главное бахатые вот чё и все очень работящие я болтаю да вот такая я болтушка хохотушка знаете а короче далеком детстве не было лет десять я была в санатории меня с больницы отправили у меня этот манту было манту да делают в руку увеличенная и отправили короче в санаторий не помню здесь суваши на два месяца дождик идет у нас в мокнете кстати накройтесь там каким-нибудь целлофаном вот и это что хотел сказать-то а я там пробыла два не два месяца на два месяца не отправили в маму и значит мне отвезла вот там короче там это мы жили там на санаторий такой там и школа была как интернат что ли лечение производили вот я вот помню фотографии такая и знаете как из букинвальда у меня стрижка такая еще с черной волосы челку так как топором отрубленная короче топорная такая работа я не знаю я вот смотрю на эту фотографию да и думаю кто меня так пострегал валяясь где-то ну какой-то прикмахер меня мама не стыгла конечно же она не умеет стричь вообще постригли да высокая такая и худая такая вот и знаете такой вид на самом деле блять как из букинвальда будет короче я там тусовалась в этом санатории один месяц мамусик приехал я сильно разрывелась и просилась домой и она меня забрала на втором месте не оставила у меня там была подружка наташа у нее волосы такие были русы она маленького роста было пониже меня ходила на платье клетку тоже худенькая хвостик у нее так вот был хвостик вот наташка и мы вас наташка вдвоем дружили вот две хохотушки были но представляете мы всегда смеялись у нас больше не было там подруг могут как-то я не помню как как усилий дождик начался кошмар какой-то это ну про знаете очень сильно прям сдружились мы да прям нашли друг другу как-то блять машина прям будет прям чуть ли не по мне короче я прекращаю это все это видео потому что вы намокнете я переживаю и расставить как видите снег везде растаял про проливной дождик начался надо было воротник отстегнуть до высохнет а я еще хотела находить пальто другое она бы промокла это непромокаемо вот это пальто короче знаете что она уже сколько третий сезон до хороших кожи за массе классный вот ну короче это здорово все вообще кошмар какая погода завтра короче послезавтра что ли будет плюс 11 девочки вот такая вот мерзкая погода а потом представляете идет опять все на минус и все замерзнет и вот это начнется страшно и начнется гололед да будет тут просто конец везде это ну такая вы знаете нехорошая погода и опасно кстати она это люди будут получать очень много травм как обычно ломать кости вот так вот так и живем как дальше жить не знаю